Глава 2, подзаголовок 10. Изменения в геополитической обстановке. Почему арабы требуют возвращения Израиля к границам 1967 года? Арабы быстро оценили те преимущества, которые сулил им наметившийся поворот в общественном мнении на Западе. Они стали охотно представлять Израиль мощной и агрессивной региональной державой, угрожающей миру и благополучию своих слабых арабских соседей. Тот факт, что в результате шестидневной войны Израиль установил свой контроль над территориями, которые в течение двух десятилетий служили плацдармом арабской агрессии против него, был вырван из адекватного исторического контекста. На Западе скоро забыли, что военное столкновение 1967 года было сознательно спровоцировано арабами, отказавшимися соблюдать соглашение о прекращении огня и готовившими войну на уничтожение Израиля. В общественном сознании утвердился один единственный факт. Израиль контролирует территории, на которых проживает значительное арабское население, а значит, кавычка, «евреи захватили арабские земли», кавычка. Этого было достаточно для того, чтобы снять с арабов вину за развязанную ими войну и переложить ее на Израиль. Арабы извлекли максимум пропагандистских выгод из своего поражения в шестидневной войне, но вместе с тем они не могли не заметить, что в результате военной победы Израиля геополитическая ситуация на Ближнем Востоке качественно изменилась. Война создала такие условия, при которых достижение принципиальной арабской цели уничтожения Израиля стало крайне затруднительным, если не вовсе невозможным. В результате победы Цахала израильская граница отодвинулась от предместий Тель-Авива к реке Ярдан на несколько десятков километров к востоку за высокую горную гряду с ее утесами и узкими тропами. Арабам стало ясно, что они лишились даже теоретической возможности покончить с Израилем одним решительным военным ударом. Они поняли, что для уничтожения еврейского государства необходимо прежде всего добиться его возвращения к тем границам, которые существовали до начала шестидневной войны. Арабские лидеры осознали также, что и этой промежуточной цели они не смогут достичь военными средствами. Вернуть Израиль к границам 1967 года можно только путем политического давления, главная роль в котором должна принадлежать западным странам, в первую очередь Соединенным Штатам. Однако к вязчему разочарованию арабов в Вашингтоне наметилась совсем иная тенденция. Сокрушительная победа Цахала заставила некоторых лидеров США задуматься над заключением военного союза с Израилем, ставшим доминантной силой в регионе. Эта тенденция очень скоро обрела прямое выражение, когда США согласились предоставить щедрую военную помощь Израилю, что еще более осложнило принципиальную задачу арабов. Но наиболее проницательные из арабских лидеров постепенно избавлялись от представлений об Америке, как о стране, автоматически поддерживающей Израиль. Они пришли к выводу о возможности оказывать влияние на политику США с помощью старых доводов, сослуживших такую добрую службу арабистам в кавычках и требовавшим теперь лишь самой незначительной модернизации. Арабы оценили также решающую роль общественного мнения в определении внешнеполитического курса западных демократий. Таким образом, начиная с 1967 года, арабы сосредотачивают свои основные усилия на пропагандистском фронте. Именно здесь пытаются они нанести решающее поражение Израилю в средствах массовой информации, в университетских аудиториях, в политических кругах.